Заполнение документов, осмотр врача и сама прививка – стандартная процедура, как в поликлинике. Но на этот раз масштабный пункт вакцинации развернули в культурном центре Автограда, чтобы как можно больше желающих смогли получить иммунитет от коронавирусной инфекции. Все форматы, которые мы используем, предназначены лишь для одного – повышения доступности вакцинации, упрощения ее и создания мотивационной площадки, на которую проще, легче и обоснованнее придут наши граждане. Начиная с июля, тольяттинские врачи фиксируют серьезный рост заболеваемости ковидом. Осенью увеличилось число тяжелых случаев и летальных исходов. В октябре пролечили уже в три раза больше пациентов, чем в весенние месяцы. В связи с этим нагрузка на медиков колоссально возросла. Ковид требует привлечения огромного количества кадровых ресурсов. С другой стороны, кадровые ресурсы, которые выполняют задачи по лечению других патологий, они тоже не бесконечно, нельзя постоянно перепрофилировать. Нужно сражаться, получается, на два фронта. Так как лекарства от вируса создаются очень тяжело, трудно, долго, а иногда и невозможно, то нам остается уповать только на создание собственного иммунитета, иммунной защиты. И вакцина, которая была предложена нашими институтами, это пока единственное средство эффективной защиты. В период вынужденных нерабочих дней жители активнее стали обращаться за прививкой. И если раньше в первых рядах было старшее поколение, то теперь возросло число молодых людей, которые хотят вакцинироваться. В том числе из-за роста заболеваемости детей. У Александра Исабекова маленький ребенок, чтобы обезопасить семью, решил пройти вакцинацию. Ну, конечно, делал каждого, сам решает делать, не делать. Но, мне кажется, если есть возможность, почему нет. Я думаю, дольше буду стоять, а так, прям быстро все. Все очень комфортно, быстро, удобно, без всяких опроволочек. Все-таки опасно в больших очередях. И поэтому я с удовольствием сюда приехала. Я чувствую себя после этой прививки уверенно, нормально. Могу себе позволить и прогулки, и посещение любых, как говорится, мест, излаченных и незлаченных. Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Такой формат оказался востребованным и у самарцев. Накануне прививку сделали более тысячи горожан в пункте, который развернули в областной библиотеке. Работу там продлили еще на один день. Те, кто привился первым компонентом в Самарской библиотеке или в Тольяттинском культурном центре, смогут пройти второй этап вакцинации там же. Пункты развернут снова через три недели. При этом в регионе продолжают работу 167 прививочных кабинетов, в том числе 9 круглосуточных. Светлана Кудрявцева, События.